Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Кстати, вот, призыву призыву к молитве. Азану, вы понимаете, что я нахожусь в Турции. Мой канал про Стамбул в основном, плюс особенности по переезду. Сегодняшнее мое видео будет посвящено мечети. Кажется, странный выбор темы видео, но на самом деле, если я вот кому-то из моих друзей вот отсылала или рекомендовала, что посмотреть в Стамбуле, то там будет, ну, парочка точно о мечети. Почему? Потому что мне очень они здесь нравятся. Они такие все одинаковые и разные в то же время. Они какие-то с такой атмосферой невероятные, что ты вот заходишь, и тебе очень долго не хочется выходить. Хотя, казалось бы, вроде и смотреть не на что, но и есть смотреть на что и очень долго. Мне они очень нравятся. И вот досмотрите видео до конца, поставьте лайк, подпишитесь, потому что в конце вас видео ждет не самая популярная, но необычная мечеть в Стамбуле. Но в первую очередь, что сделаем в самом начале, я расскажу по поводу мечети, именно как их посещать. Есть часы намаза, именно молитвы, когда вход для туристов запрещен. В основном это вот такое. Сейчас прилеплю. Эта фотография была сделана в Сулеймане мечети, плюс-минус схожа с остальными. Также вход во все мечети бесплатный. Чтобы вас, кто не там не говорил попросить оплатить, но думаю, что просто с таким случаем мы не сталкивались. Везде вход бесплатный. Минутка возмущения. Здесь много и храмов, церквей, всех религий, но именно в крестьянских, православных, католических церквях, почему-то, где заведуют турки чаще всего, они очень настоятельно рекомендуют дать пожертвования, причем выставляя лимиты. Это некрасиво. Это меня очень возмущало. И если останется фотография из телефона, я прикреплюсь сюда, как это было. И в одном случае даже вроде как красиво поступил человек, открыла, там была закрыта эта церковь, на такси находится. А после этого такой вот отодвигает шкатулочку, типа, ну, и там лежат деньги. Он типа, ну, это каминет. Ну, то есть, почему за просмотр мечетей, вообще, в принципе, таких вот мест священных никто не берет ни с кого деньги? В чем разница с церковью или храмом? Ну, это ладно. Может быть, такие люди просто попались. Так, поэтому входы бесплатные. Смотрим на время посещения. И по поводу формы одежды. Колени должны быть закрыты, шеи закрыты, руки закрыты. Голова, волосы тоже должны быть закрыты. В основном есть деления там, где, вот, может быть, вот раньше было в Голубой мечети, сейчас она находится на реставрации, потом я не могу включить свой список. Может быть, когда откроется, то обязательно посидите. Есть разграничения, куда не могут проходить туристы, потому что там находятся уже именно мусульмане. Но чаще всего такого нету. То есть, можно ходить где угодно, нельзя снимать, пока молятся люди. Ну, так получалось, например, что ты заходишь, там всегда кто-то молится. Я делала видео или снимала. Никто мне ничего не сказал. Ну, вроде как, это же не делается с моментом осмеяния. То есть, просто потому что, ну, тут люди находятся, ничего не поделаешь. Ну, как бы, как еще подругом это снять? Так же, в всех мечетях есть несколько правил. Первое, это отдельная часть для мужчин, отдельная для женщин. Для туристов это не распространяется. Иногда второй этаж идет для женщин, а нижний для мужчин. И перед входом вы снимаете обувь. Практически во всех мечетях есть какие-то там шкафчики, куда можно положить обувь и спокойно погулять. Никто обувь это не заберет, в этом плане вообще не переживайте. Можете даже оставить перед входом. Ну, то есть, вот, прямо на входе чуть-чуть сбоку тоже никто ее не тронет. Вы спокойно там заберете потом свою обувь. Я оставляла много раз, и все было в порядке вот с этими же кроссовками и продолжая лазить по городу. Ну, а сейчас пойдем по рейтингу. Первое, это Сулеймания. Невероятный вид вообще на город. Я все время задавалась вопросом, откуда эта фотография. Но вот нашла одну из мечетей. Это она с большим внутренним двором. Кстати, во всех мечетях есть обязательно минореты. Есть человек, который вот призывает, начинает с этой песней призывы к молитве. Огромный двор. Такое все мощное, не знаю, ну, невероятное. Огромный сад рядышком. Там, если я не ошибаюсь, фанаты великолепного века, простите меня, пожалуйста, потому что я не смотрела этот сериал. Там захоронены вот этот султан и хюрем, да. Вот, я не знаю, есть гробница на территории кладбища, отведена сугубо под них. Они там действительно находятся. Это чистая правда. Поэтому все, кто любители данного сериала, также проходите в данную мечеть. Обязательно заходите. Следующее второе место, казалось бы, это должно быть первое, но для меня все равно на втором месте. Это Айс София. Раньше был собор, сейчас мечеть. Это вообще место огромных споров именно в политике. Кому же вообще принадлежала, какой религии. Именно потому что изначально это было православным и греческим храмом. Потом это переходило там, или собором, если не ошибаюсь. Потом это было мечетью, потом опять собором. И в итоге вот Эрдеган присвоил, что это все-таки мечеть. На территории, кстати, вот Айс София в других местах дают бесплатно. Просто на время пользования, а потом отдаете. Вот в Айс Софии платно. Если у вас нет, например, или вы пришли в короткой юбке, например, ну, летом приехали, гуляете, да, или там без платка, то на территории можно купить одноразовые. Но вообще лучше вариант это закинуть какой-то платок все-таки, шаль в вашу сумку, рюкзак и гулять. Потому что мечети огромное количество, будете посещать. Ну, то есть, а так во всех остальных они предлагали уже без проблем. Вот, дают всех проверять, как ты заходишь на входе и выходишь. Также у Айс Софии раньше был свой талисман, кот, но он несколько лет назад умер. А так коты, кстати, тоже больны, ходить где хотят. Следующий это Чамблэджа. Это большая мечеть на азиатской части. Она открыта два года назад. Самая большая по площади. Она невероятно огромная. Вид на азиатскую часть. Это вообще, то есть, это, знаете, и внутри так красиво. Несколько уровней тоже можно посмотреть. Есть внизу оборудовано все, вот называется, парковка, туалеты. Рядом большой парк, где можно, опять же, посидеть с красивым видом на азиатскую часть. Посмотреть на таком холме. Холму находится. Это третье место. Четвертое место это Артакёй. Находится возле знаменитого красного моста, который загорается после ночного, после шести часов вечера. Вот сейчас, наверное, будет позже. Зависимо, как вот наступает темное время суток. Артакёй, наверное, по красоте. Вот от того, что она находится так, что со всех сторон падает солнечный свет, и внутри, кажется, невероятно светлые краски подобраны так, что, ну, тебя, ты просто заряжаешься какой-то позитивной энергетикой, энергии. Оно, ну, невероятно вообще, ну, вообще. Я буду вот такими, знаете, какими-то дурацкими одними и те же предлагательными, потому что, действительно, когда ты там находишься, ты просто в колоссальнейшем восторге. Ты стоишь и просто, типа, вау, очень красиво, очень просто. Дальше. Так, это уже пятое место. Пятое место будет в Ускударе, две находятся, в мечети, это пятое и шестое. Первое, это именно возле университета Мармара. Мармарай, Мармара, по-моему, Мармара называется. Мне очень поразило, как сделан купол. То есть, там идёт вот такие вот наслоения и, как такой вот завиток из деревянных балок. Очень красиво. Второй этаж для женщин, первый для мужчин. Я такого вообще потолка и нигде не видела. Очень красиво, резное. Ну, это вот, наверное, есть такие пара, знаете, которые чем-то выделяются по отношению к другим. И также в Ускударе находится Шахерит, мечеть. Мне про неё рассказала Ксения Новик. Может, она будет смотреть видео. Спасибо большое. Мне это очень... Если есть какие-то места, которые вот вы советуете посетить, обязательно напишите. Потому что иногда начинаешь перерывать интернет, и везде одно и то же. Очень тяжело выделить действительно классное место, в которое вот такое незаезженное, чтобы посетить. И вот одно из этих мест, это вот эта вот мечеть. Мечеть была спроектирована женщиной, что вызывало огромные споры. Потому что, как бы, это было не принято. Это единственный вообще пример. А хочу заметить, в Стамбуле более 3500 мечетей. И это единственный пример, когда женщина спроектировала мечеть. И она отличается полностью от других тем. Первое, что второй этаж для женщин одинаков по площади с мужской частью. Такого тоже никогда не было. И второе, вместо стен идет полностью стекло. То есть, она прозрачная с трех сторон. Такого тоже никогда не было. Это факт. И мечеть была очень неоднозначно воспринята местным населением в самом начале. Но время проходит, все меняется. Поэтому и ее тоже приняли. Но единственное, что очень мало. Я вообще ее нигде не видела в каких-то путеводителях, гидах, гайдах и так далее и тому подобное. Но советую вам обязательно посетить. Также мечеть Носретье находится недалеко от Галатопорт. Очень красивая территория. Большая, но она закрыта для всех остальных людей, к сожалению. Поэтому, знаете, можно только зайти посмотреть. Мне понравилась мечеть. Еще такси. Она самая новая. Была построена на площади такси. Но вызвала большие споры просто потому, что многие возмущались по тому, что не настолько она была необходима в этом месте. Квартал становится более многонациональным, мультикультурным. Но все же было решено построить. Она в таких оттенках темно-коричневого, благородного, болотного, зеленого, но красивого. Тоже большая территория, несколько таких проходов. Кажется, не можешь понять вообще, с какой стороны зайти. Очень красивая совета действительно посетить. Особенно очень много людей, которые ходят по улице Истекляля на площади Таксим. И вот зайдите в мечеть, которая находится на этой площади. Следующее. Это Елдис. Находится в Бешикташе. Это мое место, куда я хочу попасть, потому что тоже по фотографиям она настолько отличается от других, что это кажется, что что-то новое, ну невероятное, ну как так. Так что ее обязательно посетим. И мой бонус, так сказать, какую еще стоит посетить мечеть. Когда вы будете в Каракёе пробовать, например, баклаву, да, от этого причала. Поворачивайтесь направо, то там будет баклава, пахлава продаваться. А если поворачиваете немножко налево, то там будет мечеть, у которой нет окон. Она подземная. Там две святыни, два святых и двестые мощи находятся. И раньше это место было как... Вообще очень много спорных в истории моментов. И здесь тоже раньше это было как, как это правильно сказать, место, где для боеприпасов хранение. И вот эти вот два святых, которые там находятся, якобы люди, которые перешли от христианства в мусульманство и подвигли к тому, что мусульманство начало более распространяться, как вера. Вот. Поэтому я советую посетить, очень необычно, потому что ты в каком-то таком мраке находишься. И это настолько отличающе, то есть нет никаких расписных стен, да. Ничего такого, что в обычном понимании, казалось бы, свойственно мечети. Такое еще есть место. Два варианта. Ну, это уже более такая современная подземная мечеть. Она находится за чертой города, чтобы туда доехать. Там до 4 часа в одну сторону. Я не знаю, как это вообще на это решиться. Но тоже вот покажу фотографии с места, что... Ну, это что-то необычное. Такого мало вообще где есть, кто вообще так придумал и оставил. И они действительно популярные, что самое удивительное. Но самая популярная, вот забыла сказать, бонус рассказала, а самое главное не рассказала. Самая популярная у мусульманского мира мечеть, которая находится на территории Турции в Стамбуле, Султана Июпа, в районе Июб. На четвертом месте подпосещаемся, среди мусульман находится. Вот. Так что мой список для вас готов. Сейчас дополню фотографиями. Жду ваших комментариев. Надеюсь, что вам понравилось. Хорошего путешествия по Стамбулу. Всем пока-пока.